Я бы очень хотел, чтобы, конечно же, это стало для вас благословением. Потому что иногда кажется, что учения Библии о семье, об образе жены, об образе мужа в семейной жизни как-то устарели. Кажется, что сегодня другое время, сегодня феминизм, сегодня эмансипация, сегодня все меняется. И поэтому какие-то древние патриархальные библейские нравы, такое ощущение, что они для современной жизни, для современной семьи, для современных взаимоотношений не подходят. Но, я думаю, вы обратили внимание, что чем больше люди отказываются от той модели, которая показана в Священном Писании, тем больше сама семья, сам брак как институт разваливается. И поэтому говорят, что вот этот образ, библейский образ семьи не современный. А что современно? 80% разводов, это современно получается? То, что сегодня семья, большинство пар существует там буквально короткое время, это что ли современно сегодня? То есть, вот вы знаете, я, особенно во время пандемии, когда семейные люди вынуждены были там долгое время, не как обычно, находиться дома, друг с другом, и это все вылилось в то, что разводов стало еще больше. Что это показывает? Что мы не понимаем о своей жизни, мы не понимаем о жизни семьи, и мы не понимаем, как в действительности строить правильно отношения. И все это происходит, к тому же, на фоне того, что сейчас интернет, ютуб заполнен разными психологами, семейными психологами. Я, на самом деле, ничего против, как бы, психологов-то не имею, но, к сожалению, сегодня огромное количество таких, как, знаете, псевдопсихологов, которые заполняют такими учениями, что-то учат, что-то говорят, полный ютуб разных лекций, там, великие какие-то психологи, которые учат о счастье семейной жизни, там, у которых у самих-то вот этого счастья семейной жизни нет. Один, там, известный семейный психолог, он уже пятый раз в браке, другой, он был всего один раз давным-давно в молодости, там, считается известнейшим семейным психологом. Но при этом эти люди, ну, нахватавшись всяких знаний, информации, они считают себя вправе, что они там могут учить, могут наставлять, ну, кто, как бы, если не они, вот. А часто люди, которые в действительности имеют не просто знания, а имеют опыт, они молчат. Знаете, я вообще обратил внимание, что человек, который на самом деле может что-то дать, его еще попробуй как-то разговори на эту тему. А обычно, когда люди говорят, их не просили, они говорят и говорят, говорят, дать им нечего. И вы знаете, на сегодняшний день, вот, вы знаете, что в прошлой осенью мы с супругой отметили 30-летний юбилей нашей совместной супружеской жизни. И вот я хотел бы вам, драгоценные сестры, драгоценные жены, драгоценные будущие жены, показать, какой же образ жены в Священном Писании нам дан, так, чтобы наша семейная жизнь была благословенной. Я отлично понимаю, когда мы сегодня будем с вами об этом говорить, то у многих внутри возникнет, может быть, иногда даже возмущение. А мужчины что? А мужчины? Мужчины это отдельный разговор. И про образы мужа в Писании я буду говорить отдельно, да, мы поговорим в другой день, поговорим отдельно. Но сегодня мы с вами начнем говорить об образе жены в свете Библии, в свете Священного Писания. И я хочу как раз, может быть, поскольку у нас, ну, не воскресное собрание, не проповедь, это у нас семинар, мы сегодня побольше посмотрим с вами разных мест в Библии, чтобы вы увидели, что это не просто там чье-то мнение, это нам показано в Слове Божьем, в Библии. И прежде всего я хочу открыть в книгу Второзаконие 32 главу. И я прочитаю это местописание по современному переводу. 32 глава, 30 стих книги Второзакония. Разве может один человек прогонять тысячу? И разве могут двое прогонять десять тысяч? Такое случается только, если Господь отдаст их врагу. Такое случается только, если твердыня отдает их в рабство. То есть, посмотрите, интересно, здесь в этом месте писания показано, что когда Бог начинает действовать, когда Бог начинает благословлять, тогда происходит то, что в современном мире называется синергия. Или синергия еще, по-разному дарение ставить. Так вот, синергия, я вам прочитаю определение, это усиливающийся эффект взаимодействия двух или более факторов, характеризующийся тем, что совместное действие этих факторов существенно превосходит простую сумму действий каждого из указанных факторов. То есть, если один прогоняет тысячу, то по логике двое должны сколько прогонять? Две тысячи. Но когда происходит синергия, то это не просто все суммируется, а существенно превосходит сумму. То есть, когда Бог благословляет двоих, они могут совершить намного большее, чем каждый из них по отдельности, даже будучи благословлен Богом. Потому что когда один прогоняет тысячу, это уже благословение, это уже чудо. Но когда двое прогоняет десять тысяч, это не просто двойное благословение, это некое как бы приумноженное благословение. И мы можем отсюда сделать вывод, да, вот я, как мужчина, смогу проявить во всей полноте те дары, таланты и призвания, которые дал мне Бог только при условии к мудрой жены рядом со мной. Если со мной будет мудрая женщина, с которой мы будем находиться в единстве, в согласии, то, что Библия называет одной плоть, я смогу совершить намного-намного больше, чем то, что если бы я сам с Божьим благословением и с Божьим помазанием делал, но в одиночку, но самостоятельно, да, двое прогоняет, двое прогоняет мудрой. Поэтому мы видим, что на женах огромная-огромная ответственность, потому что мужчина не сможет провести полноту своих даров без женщины, да, но, конечно, не просто женщины, потому что иногда двое, не то, что там десять тысяч, сами убегают, если не мудрая, да, это должна быть не просто женщина, а мудрая женщина, да. Что такое мудрая женщина? Женщина, которая живет в соответствии со священным писанием. И если мы с вами откроем, да, самую первую книгу Библии «Бытие», вторую главу, то мы видим, вот изначально Бог, творя этот мир, творя флору, фауну, там, животных, человека, Он уже заложил в это определенные роли, да. Вот мы видим вторая глава книги «Бытие». «И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему». Когда Бог творил женщину, Он творил кого? Помощника для мужчины. Это была изначальная цель, сотворим помощника. «Господь Бог образовал из земли всех животных полевых, всех птиц небесных, и привел к человеку, чтобы видеть, как Он назовет их. И чтобы, как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей. И нарек человек имена всем скотам, и птицам небесным, и всем зверям полевым. Но для человека не нашлось помощника подобного ему». Вы знаете, это так печально иногда, когда вот знаменитая поговорка «Чем больше узнаю людей, тем больше ценю собак». Да, вот есть такие люди, когда я вот разочарован, люди неверные. Один из моих любимых актеров французских, Ален Делон, он вообще сейчас живет за творником в каком-то своем поместье в окружении огромного количества собак. И там вообще людей нету, да? Он живет с собаками. И когда у него там берут интервью сейчас, он часто с такой горечью говорит вообще о друзьях, о женщинах. И говорит, что вот, только собаки могут быть по-настоящему верными. Конечно, я могу, может быть, понять ту боль, которую он пережил в своей жизни, но это так печально, когда... Потому что на самом деле никогда ни звери, ни птицы не могут для нас стать помощниками. Они тогда для нас не стали полноценными помощниками. Не сейчас не могут быть помощниками. Человеку может помочь только человек. «И навел Господь Бог на человека крепкий сон, и когда он уснул, взял одно из ребр его и закрыл то место плотью. И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека жену, и привел ее к человеку, и сказал человек, «Вот эта кость от костей моих и плоть от плоти моей, она будет называться женою, ибо взята от мужа. Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут одна плоть». «И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились». И вот вы знаете, в принципе, в самых первых главах, в самой первой книге Библии уже показаны роли в отношениях. Это не потому, что там что-то хуже или что-то лучше. Бог не хотел никого унизить. Бог просто показал, что вот везде есть свои роли. Везде есть свои роли. Как вот в нашем теле у каждого органа есть своя роль. И то, что там ноги внизу, это не значит, что они менее важные или менее значимые, чем руки. И что там рукам перепадает больше питание, когда я кушаю, чем ногам. Это не так. Это просто разное расположение в теле. Точно так же, если мы берем семью как организм, есть разные роли у мужчины, у мужа. И у жены, у женщины, да, есть разные роли. Жена призвана быть помощником мужа. То есть изначально мужчине дается некая лидерская позиция. Лидерская позиция в отношениях. И эта позиция, она заложена в нас. Это не просто культура или время, или эпоха. Как бы эпоха меняется и роли меняются. Нет. Это то, что у нас как бы... Это наша прошивка. В нас это заложено. Это заложено и в наше тело, в нашу физику. Это заложено в нашу душу, в нашу психологию. Мы психологически отличаемся, мы внутренне отличаемся. То есть это заложено в нас. И мы можем быть благословенны, и наши отношения могут быть благословенны только при условии, что мы соблюдаем то, что... И следуем тому, что сказано в Слове Божьем. И это еще не все. Мы знаем, что было грехопадение, да, когда Адам и Ева слушались Бога. И после этого Бог еще что-то сказал жене. Вот если мы от второй главы книги «Бития» перейдем к третьей главе, то мы читаем слова Божьи. Бог сказал жене, умножая, умножу скорбь твою. В беременности твоей, в болезни будешь рождать детей. И к мужу твоему в лечение твое. И он будет господствовать над тобой. Это то, что говорится в Священном Писании, что муж будет господствовать над женщиной. То есть мужчина призван господствовать. Мужчина призван господствовать. И все вот эти учения, там, эмансипация, что женщины равные, равные права, женщины равные, там, и женщины пытаются быть равные права. И когда уже сегодня, когда вот эти все равные права пришли, тогда уже мужчина все больше тушуется, 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 куда-то его в угол задвигают. И сейчас во многих семьях вот есть жена, есть дети, и старшенький среди них это муж. Он как бы самый старшенький и самый как бы непослушный. Его тоже все время отчитывают, он всегда вот там вот что-то такое. Это как, ну, в том анекдоте, когда сын спрашивает, говорит, папа, а когда я смогу приходить после девяти? Говорит, не знаю, сынок, я до сих пор не могу. Когда полностью, вот он подотчетен, полностью под контролем находится, вот как бы старшенький, его тоже как бы поощряют за все. Ну, вот такая довольно странная картина. И в итоге женщина, она приходится все тащить на себе, она выматывается, возмущается. И трудно жить, когда вокруг тебя только дети, и муж один из твоих детей. И вот не случайно в Библии даже есть целая глава. Давайте сейчас откроем книгу-притч, откроем книгу-притч, и уже перейдем больше к практическому рассматриванию. А что же такое образ благословенной женщины, да, в Слове Божьем? И вот здесь целая есть глава о добродетельной жене. И вот 31 глава, это последняя глава книги-притч, с 10 стиха прочитаем. «Кто найдет добродетельную жену, цена ее выше жемчугов». То есть, вы знаете, я вообще считаю, что очень многое, что нас учат, нас учат, нам реально в жизни не нужно и не пригождается. А вот то, что в действительности нам нужно в жизни, нас это не учат. Как там не обижаться, как уметь прощать, как уметь строить отношения. Это то, с чем мы связаны всю жизнь. Кто нас этому учит? Ну, там хорошо, если в семье родители могут учить. И то, то редко происходит, да? Вот. Так вот, одна из важных вещей, которые необходимо изучать, это как девочке стать добродетельной женой. Потому что таких всегда очень мало. И в то время даже написано, цена ее выше жемчугов. Сейчас, не знаю, бриллиантов, наверное, даже цена ее выше. Потому что таких женщин все меньше и меньше. Все больше таких эмансипированных таких, феминизированных. Я вам честно скажу, что я, с одной стороны, понимаю, почему произошел феминизм. Потому что, когда маятник все время отклонять как бы в одну сторону, то он со временем уйдет в другую сторону. Если все время держать маятник в одной крайней позиции, то он, отпустив, он уйдет в другую крайнюю позицию. И, конечно, мы должны сказать, что, да, были и уничижения женщин, и порабощения женщин, да? Но вместо этого, когда это все сейчас заканчивается, маятник уходит в другую сторону. Феминизм – это тоже другая крайность. А счастья в крайностях не бывает. Не бывает. Поэтому, вот посмотрите, вот какая же картина жены, как ее видит Бог. 11 стих. Вы, сестры, представляли, как мужчин раздражают женщины, которые спят до полудня. Многие просто вам об этом не говорят, но это правда. Она встает еще ночь. Ну, конечно, не то, что вы должны ночью вставать, но... Задумает она о поле и приобретает его. От плодов рук своих насаждает виноградник. Припоясывает силу чресла своего и укрепляет мышцы свои. Она чувствует, что занятие ее хорошо, и светильник ее не гаснет и ночью. Протягивает руки свои к прялке, и персты ее берутся за веретено. Длань свою она открывает бедному, и руку свою подает нуждающемуся. Не боится стужи для семьи своей, потому что вся семья ее одета в двойные одежды. Она делает себе ковры, весон и пурпур одежда ее. Муж ее известен у ворот, когда сидит со старейшинами земли. Она делает покрывало и продает, и поясы доставляет купцам финикийским. Крепость и красота одежда ее. И весело смотрит она на будущее. Уста свои открывает с мудростью и кроткое наставление на языке ее. Она наблюдает за хозяйством в доме своем и не ест хлеба праздности. Встают дети и ублажают ее. Муж и хвалит ее. Много было жен добродетельных, но ты превзошла всех их. Миловидность обманчива и красота суетна. Но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы. Дайте ей от плода рук ее, и да прославит ее у ворот дела ее. Знаете, вот я помню, когда мы еще в 90-е годы читали, вот с молодежи собрались, читали эту главу, то одна верующая сестра как-то в негодовании сказала, говорит, ну что это такое? Целая глава, какой должна быть жена, там написано в притчах. А где в притчах глава, каким должен быть муж? Почему? И знаете, и вообще вот то, что касается Библии, вы, может быть, обратили внимание, как много, намного больше наставлений именно дается в семейной жизни о том, какая должна быть жена. Тут, конечно, муж тоже упоминается там, в одном стихе упоминается, вот. Но, вот, и возникает, знаете, такой, как бы, может быть, такой взгляд возникает, что Библия уничижает женщину, Библия порабощает женщин. В действительности все совершенно не так. Просто, хотя и написано, да, что женщина не мощнейший сосуд, но в действительности физически, да, женщина, конечно, слабее. Ну, в среднем женщина слабее мужчины физически. Но внутренне женщина, вы знаете, вот мой жизненный опыт показывает и чтение Писания, женщина по своей внутренней силе намного-намного превосходит, намного-немного превосходит. Женщина обладает фантастической силой. И очень много именно заповедей, именно наставлений в Слове Божьем говорится о женщинах для того, чтобы эта сила, как бы, действовала в мирных целях, чтобы женщина эту силу использовала на благо, на благо. И в Библии не ущемляется женщина, просто показано вот это могущество, которое заложено, заложено в женщинах, да. Вот такое, потому что, ну, говорят, мужчина любит глазами, да, вот это визуальное воздействие. Где-то там в городе, вот мы живем в Екатеринбурге, это в центре города, пройдет девушка в юбке, ну, не очень длинной, тысячи мужчин будут смотреть на нее. Все, кто в центре, все, кто в центре, это правда. Ну, некоторые, конечно, так явно будут смотреть, некоторые интеллигенты, эти легенды, они будут так вот поглядывать, как бы искусывать. Но все будут смотреть. Такого внимания не добьется парень в шортах. Понимаете? Не добьется. И вот эту силу воздействия женщины используют в компании всевозможной, в рекламах используют, чего только не рекламируют, там, холодильники, еще что-то, обязательно должна быть какая-то женщина полуобнаженная, да, там, ботинки, там, какая-нибудь женщина в чулках будет, эти ботинки называются. Ну, какое имеет отношение женщина к продаже холодильников, да? К продаже еще вещей. А вот это используется, сила воздействия используется. Из-за женщин люди оставляли свои царства, из-за женщин люди предавали свои семьи. Вспомните историю младшего сына Тараса Бульбы, по-моему, Андрей звали, да? Андрей. Вот он оставил, предал свою семью. И из-за кого? Из-за женщины. То есть, везде, видим, реклама, там, компания эксплуатирует, что могущество женского влияния. Женского влияния. И часто женщины, они не понимают, вот этого, своего могущества. А что я? А что я? Я вот просто вот так вот живу. Я просто свободная, современная женщина в свободном мире. Пошла она в свободном мире так. Вот. Сами не осознают. Вот почему Священное Писание показывает, что вот эта могущественная энергия должна быть под каким-то определенным контролем. И Бог дает это контролю мужьям. Мужьям. И вот посмотрите, в Новом Завете, не только в Ветхом Завете, в Новом Завете, первое послание Петра, третья глава, первый стих. Апостол говорит, «Так же и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются Слову, житием жен своих приобретаемы были». Житие, жен. То есть видите, какая у вас, женщины, энергия сильнее, чем энергия Слова. Словом бывает не достичь, а житием женщины достичь. То, что Слово не достигается. Вот смотрите, дальше Петр пишет, «Когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие, да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, мы про одежду подробнее сегодня поговорим, но сокровенный сердце человек в нетленной красоте, кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. Так никогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям, так Сара повиновалась Аврааму, называя его господином. Вы, дети, ее, если делаете добро и не смущаетесь ни от какого страха». Видите, апостол тоже подчеркивает огромное, колоссальное влияние женщин на мужчину. Женщин на мужчину. Поэтому мужчина и должен управлять женщиной. Муж обязательно должен быть главным в семье. Иначе сила женщины становится неконтролируемой. А это просто атомная бомба настоящая. И поэтому, когда говорят, а что это такое? Ну вот я просто так, просто юбка. Важно уметь пользоваться своей силой. Как я на одном из собраний недавно рассказывал, такую историю, когда у одного мужа было две жены. Сначала одна он с ней развелся, потом другая жена. И так получилось, что бывшая жена и настоящие встречаются. И бывшая жена говорит, ну, вы с ним уже столько прожили, уже даже больше, чем мы с ним в свое время. Теперь ты поняла, кто, с кем ты живешь? Она говорит, да, поняла. Это мудрец, храбрец и щедрец. Она говорит, какой мудрец, храбрец и щедрец? Это подлец, это скупец и это глупец. Нет, щедрец, мудрец. Все делает для семьи, все помогает. То есть, почему в руках двух разных женщин можно быть либо подлецом, глупцом или мудрецом и щедрецом, а не скупцом? Потому что совершенно разные влияния. И независимо от того, осознаете вы это, дорогие сестры, не осознаете, вы, ваше влияние фантастическое. Самое сильное. Мы вот тоже недавно праздновали юбилей нашей церкви, 30 лет, да, мы вспоминали. Я вам скажу, вот, когда я смотрю на наш служительский коллектив, там какие были сложности, какие были трудности, самые большие скандалы, самые большие ссоры. Вот в нашем коллективе были всегда только из-за женщин. Какая-то сестра там что-то там решала или делала, да? И все. Часто коллектив не мог нормально функционировать. Потому что влияние, сила женщины, она огромна, огромна. Могущество женщины огромна. Поэтому в этом на вид немощнейшем сосуде очень много заложено. И вот почему же мужчина ведет себя так по-разному с разными женщинами, да? Для одной там готов все там купить, там и подарки. А то ничего. Почему так по-разному ведет? Потому что вот такое наше вот поведение бывает. Так воздействуем по-разному. И я думаю, вы понимаете, что мы видим, глупо уповать на то, что вот... Ну, мы же верующие, мы же не должны разводиться. Мы видим, к сожалению, сегодня в христианстве, в разных церквах, огромное количество разводов. И даже по статистике печальной, не меньше, если не больше даже, не меньше, чем обычно в мире разводов среди христиан. Правда, это статистика не с России, а с Америки. Ну, я не думаю, что здесь ситуация сильно у нас отличается. То есть просто на то, что вот я же верующий, нужно не спекулировать на том, что ты христианин, не имеешь права там что-то делать или уходить. Нужно вести себя мудро, чтобы мудро и благословенно воздействовать на своего мужа так, чтобы муж был счастливым, он исполнил свое предназначение, вот это помазание Божье помогло ему реализовать себя. И тогда вы точно так же, рядом с ним находясь и будучи одной плотью, будете по-настоящему счастливыми. И вот мы с вами прочитали вот эту 31 главу. Давайте с вами теперь поговорим, давайте с вами поговорим, в чем же сила женщины и как мудро использовать эту силу. Я сделаю это очень практично и покажу очень практичные вещи. Сила женщины. То, что нам Бог показывает в этой главе о добродетельной жене. И самое первое... Я назвал так, «Чистоплотность, опрятность, благоухание». Сестры, вы даже не можете себе представить, насколько это важно для мужчины. Может быть, многие женщины не понимают это, потому что как-то вы не сильно на это обращаете. У мужчины могут быть там грязь под ногтями, да? Но, вот я вам скажу честно, я вот женат на Диане 30 лет, я не помню ни разу, чтобы у нее под ногтями была грязь. Слава Богу! Потому что, когда ты вдруг начинаешь вот замечать, что что-то вот у женщин там где-то вот что-то как-то, вот это, не знаю, это невольно запоминается. Если у женщин там грязь под ногтями, там из носа там что-то показывается, в ушах. Сейчас, когда, знаете, такое время бодипозитива, это просто ужас, что творится, когда там женщина говорит, а вот такая я, а вот принимайте меня такой, какая я есть. Вот смотрите, мы читали в книге притч. Крепость и красота одежды ее, и весело смотрит она на будущее. Во-первых, здесь говорится о том, что в женщине есть могущество, и во-вторых, это могущество связано с ее красотой. Мужчина может уважать вас, но он никогда не будет восхищаться и не испытает прекрасного чувства. Если там что-то там, это тут, тут, что-то где-то там в ушах, там где-то вот что-то, не будет, не будет вас, не будет восхищаться. Да, он может уважать вас, умная, но не больше, чем друг. Женщина должна быть очень опрятная. Волосы должны быть всегда сделаны, прибраны, да. Важно знать, важно знать, какая прическа нравится твоему мужу. Потому что иногда, вот я сколько замечал, вот мужчина говорит, дорогая, вот я хочу, чтобы ты так постриглась. Она идет и стригется совершенно по-другому. Возникает вопрос, для кого ты стрижешься? Для кого ты делаешь прическу? А ты узнала, как нравится твоему мужу. Важно знать, потому что мужчина, когда смотрит, он сразу начинает сканировать женщину. Сразу внешне ее сканирует. Вот. И его привлекает. Его привлекает тело, фигура женщины. Это имеет колоссальную силу. Колоссальную силу. И мужчина привлекается красотой. И неопрятность, неопрятность во внешности, да, отталкивает. Неопрятность, запах. Тоже мы часто пренебрегаем вот этим запахом. Никакого дурного запаха не должно исходить. Это просто убивает отношения мужчины. Дело все в том, что мы живем с вами вместе, да, муж и жена живут вместе, в быту. Муж и жена находятся. И поэтому понятно, когда ежедневно люди находятся вместе, это не так просто, но это очень чрезвычайно важно. Вот смотрите, во второй книге Исфирь, во второй главе книги Исфирь, 12 стих, «Когда наступало время каждой девицы входить к царю Артаксерксу, после того, как в течение 12 месяцев выполнено было над нею все определенное с женщинами, ибо столько времени продолжались дни притирания их, шесть месяцев мировым маслом, шесть месяцев ароматами и другими притираниями женскими, «Когда девица входила к царю, чего бы она ни потребовала, ей давали все для выхода из женского дома в дом царя». Видите, тело Исфирь месяцами натирали маслами, потому что раньше люди понимали, сейчас, конечно, тоже понимают, но намного меньше, насколько мы по-разному реагируем на разные запахи. Есть даже целая ароматерапия, да, какие-то запахи могут возбудить, какие-то запахи могут, наоборот, умиротворить, какие-то запахи отвращают, какие-то запахи привлекают. И вообще вот запах жилища, запах дома, это чрезвычайно, чрезвычайно важно. В этом такая сила заключена. Из-за того, что муж с женой находятся каждый день, это не значит, что эта сила действует как-то слабее или она не так важна, она важна. И это важно, важно каждый день, каждый день важно. Женщина должна следить, чтобы приятные запахи были, внешность, все должно, все должно быть здесь благословенно. Следующее, связанное с первым. Умение красиво одеваться. Здесь даже вот в этой 31-й притче сказано, ну, с одной стороны, вся семья ее одета в двойные одежды, то есть она заботится о доме, заботится о семье. Написано, весон и пурпур одежда ее. И вы знаете, вот в наше время, да, какая-то странная метаморфоза происходит. Женщина идет на работу или куда-то там с подругами встречается, куда-то выходит в общество. Она причесывается, там делает макияж, там красится, выбирает красивую одежду и идет туда. Потом приходит домой, к мужу, тут же там какой-то старенький халатик одевает, бигуди там у нее и еще что-то такое. В общем, тапки какие-то вот такие, что отдельно от подошвы бывают. Все замусолено в этого халатика, который, может, еще от бабушки достался. Бабушка в нем умирала. Вот какие-то вот эти все полы такие, все блестит, все как-то пятно. И еще дед жарил яичницу. Десять лет назад вот это все, вот это, вот это. И такое чувство, что перед мужем можно ходить как угодно, а наряжаться надо для кого? Для посторонних. Вот Слово Божье как раз все об обратном говорит. Я вообще бы запрещал женщинам краситься, когда они ходят на работу. Для кого? А для кого? Для кого? Моя жена знает, только она там дольше перед работой. Я говорю, а что ты, это ты куда? Ну, на работу там люди, и что? Кого там понравиться хочешь сильно? Кого привлекать хочешь? Ну-ка давай-ка, все попроще. Все снимают, эту кофту нарядную нам, давай надень это. Нарядную кофту оденешь, когда домой вернешься. Понимаете? То есть, понимаете, вот мы жалуемся на отношения с мужем, а наряжаемся для посторонних. Для посторонних. Когда идешь в общество, ты наряжайся так, как апостол Павел и Петр тебя учат, да? Вот давайте прочитаем, что там Павел нас учит. Учит нас. Ну вот, чтобы так же и жены в приличном одеянии, со стыдливостью и целомудрием украшали себя ни плетением волос, ни золотом, ни жемчугом, ни многоценную одежду, но добрыми делами. Вот идешь туда, украшайся добрыми делами. На работу пошла, дела делать, хорошие дела, добрые, добрые дела. Вот украшай себя добрыми делами. Нечу тут плетением волос, жемчугом. А вот пришла домой, пришла к мужу, пожалуйста, наряжайся. Это сегодня может звучать как абсурд, но если вы вдумаетесь, так только так и должно быть. Вы же хотите вашему мужу нравиться или нет? Или нет? Кому? Мы хотим нравиться одному, а наряжаемся для других. И потом удивляемся. А что-то как-то так странно, да? Странно. К тому же, вот знаете, есть такие женские секреты. Есть некоторые моменты, которые... Раньше, конечно, проще было. Была мужская половина в доме, была женская половина в доме. Сейчас как бы, особенно если однокомнатная квартира, трудно разделить. Но все равно желательно некоторые вещи, когда в бегудях, как-то делать так, чтобы не показывать секреты вашей красоты. Или когда там в маске ходят самые ужасные. Вы знаете, вот женщина на масочку надела и ходит целые выходные по дому в масочке, и лицо увлажняет. Думаешь, да ладно, пускай лицо как было, лишь бы без этой масочки. Это вообще неэстетично выглядит. А женщина думает, я знаю как. Сама выбирает. А ты знаешь, как нравится твоему мужу? Ты знаешь, как нравится твоему... Ой, то он ничего не понимает. Ничего не понимает. И когда мы ведем себя так, то мы невольно как бы побуждаем мужчину искать тех, которые бы одевались для него, украшались себя для него. Может быть, нужно узнать, а как нравится моему мужу, как нравится моему мужчине. Раньше вообще была традиция, когда муж с женой уходили вместе, жена спрашивала мужу, как он хочет, чтобы она оделась сейчас. Она украсила себя, как он хочет. Дорогой, что мне надеть? Как украсятся? Что он понимает? Есть другие, они оценят меня. Поэтому мудрая женщина, мудрая жена должна изучить, что нравится ее мужу, какие украшения, какая одежда, какие нравятся, да? И наряжаться прежде всего, быть красивой, иметь красивую домашнюю одежду. Не то, что мы покупаем одежду, а дома уже все там, что осталось от кого-то, то на себя и напялю. Иметь дома красивую одежду, украшать друг для друга, быть красивыми. Потому что на мужчину это воздействует чрезвычайно. Через пять лет мужчина все равно хочет, чтобы его женщина была красивой. Через десять лет то же самое. Муж хочет, чтобы его жена была красивой. Через двадцать лет муж хочет, чтобы его женщина была красивой. Мы с женатой с Дианой тридцать лет. Я хочу, чтобы она... Ну, говоришь, тридцать лет, что не насмотрелся, что ли? А я хочу, чтобы моя жена была красивой. У нас четверо детей, и после каждого ребенка моя супруга приходила опять. Я ей сказал, я на тебе женился, ты была стройной. Скажешь, ну, надо душу разглядывать. Было бы через что? Чтобы душу захотелось разглядеть мужчине. Вот вам это может не нравиться, но чтобы мужчине захотелось разглядеть душу, должна быть красивая внешность. Вы должны привлекать вашего мужа, независимо от стажа, к вашей семейной жизни. Об этом нужно думать. Здесь нужно творчество проявлять. И когда, вы знаете, когда мужчина чувствует, что жена это все делает для него, она хочет нравиться ему. Вы знаете, как это воздействует у мужчины? Когда женщина хочет ему понравиться. Никому-то там, не в театре блеснуть, там где-то на спектакле, или еще где-то во время антракта. А для него быть красивой. Для него быть привлекательной. Для него быть сексуальной. Покупать себе какие-то сексуальные белье. Для него. Для него. Потому что, конечно же, какие-то вещи, они приедаются со временем, но они от этого не становятся менее важными. Нужно это все время освежать, все время обновлять в отношениях. Третье. Умение готовить. Умение готовить. В этом очень многое заложено. Потому что, вы знаете, я когда изучаю Писание, я все больше прихожу к тому, что наше питание, оно чрезвычайно важно. Намного важно, чем я думал раньше. И это важно не только в плане физическом, в плане каких-то там здорового питания. Это даже в плане духовном. Грехопадение с чего началось? С питания. Служение, которое у нас сегодня, мы вспоминаем Голговский крест и поразглашаем его возвращение. Через что? Через причастие. Кушаем хлеб и вино. То есть, что-то есть. Мы же, когда с вами кушаем причастие, мы же не чтобы объесться с вами приходится, что-то сегодня ничего нету, а сегодня в церкви причастие, не завтракаем. Нет. Это имеет какое-то значение. И это имеет огромное значение. Я абсолютно убежден. Женщина, которая хочет нравиться своему мужу, должна научиться. Я, конечно, понимаю, что далеко не у всех есть мамы, которые могут хорошо научить. Когда мы познакомились с моей супругой, она не умела готовить. Ну, не было у них такой традиции в семье. Но у нас была. И она поняла, что если она хочет нравиться мне, она должна научиться готовить. И не просто научиться готовить. Потому что ты, может быть, готовишь, как твоя мама, и папке нравилось. Но твоему мужу нет. Ты должна научиться готовить так, чтобы мужу твоему нравилось. Моя супруга научилась. Я считаю ее сегодня одной из лучших кулинарок, известных мне. Может быть, самая лучшая. она удивительно готовит. И она не просто готовит. Она спрашивает, а что хочется мне? А что хочется мне? И сегодня нам дано столько разных вещей. Потому что, вы знаете, для разного телосложения есть разное питание. Вот, например, для моего... Мы с супругой разного телосложения. Разного телосложения. Есть какие-то продукты, которые очень нравятся мне, и они хороши для меня. Но они не очень хороши для нее, и она не очень любит их. А есть наоборот, да? То, что она нравится, но мне не подходит. Так вот, жена должна уметь готовить именно для мужа. Для мужа. Если ты хочешь воздействовать на него, если ты хочешь привлекать его, привлекать его, чтобы ваш брак был счастливым. Например, вот моя жена, она больше солит, чем я солю. Я вообще не люблю соль. И вообще мало солю. И даже можно вообще не посолить, я не особо замечу. А потом я почитал, что по моему типу телосложения эти люди вообще не очень любят соль. И поэтому, когда моя супруга готовит, она на меня ориентируется. Потом там себе досаливает. А не то, что я посолила, как посолила, не хочешь, не ешь. Давай, иди. Что у меня тут для всех индивидуальное питание? И муж как бы ощущает себя каким-то одним среди всех, для которого никто не будет какие-то делать исключения. Это как бы вот... Какие таланты и дары раскроются в таких взаимоотношениях. И я вам честно сейчас скажу, может быть, опять-таки кажется, ну, пастор, ну, это может быть там в древние времена и было актуально, но сегодня столько кафе, столько разных ресторанчиков. Я вот вам скажу, вот когда мне, особенно до пандемии, приходилось много путешествовать, много путешествовать, я много ездил, и когда где-то проповедую, что очень часто ты питаешься там несколько дней, там, или целую неделю, тебя водят какие-то кафе, рестораны, и там кушаю. Так я вам скажу, я не мог дождаться, когда я приеду домой и поем домашнего питания. Потому что для меня пища, это не просто что-то там, как некоторые сравнивают, залить бензин в бензобак. Даже бензин может быть хороший, а может быть плохой. Кафе, в ресторанах, там могут быть хорошие повара, но там несколько все формально. Когда жена сама что-то делает, сама что-то готовит, она что-то вкладывает вот в эту пищу. Я вот не знаю, я все больше и больше в этом убеждаюсь. Что-то есть особенное в еде, которое для меня готовит моя жена. Наши служители даже знают, хотя вот мы сейчас в центре города находимся, здесь вокруг куча всяких и столовых недорогих, и кафешечек разных, и прочее. Но я всегда стараюсь брать обед из дома, обед, приготовленный руками моей жены. Потому что вот что-то есть особенное в этой пище, которое любимая женщина приготовила для своего любимого мужчины. И когда я это ем, я что-то ощущаю. Я знаю, что когда она готовила, она думала, она там думала, возможно, обо мне, она меня внутренне благословляла. И я словно вот с этой пищей ее любовь кушаю. Я не знаю, как это объяснить, но я вот в этом убеждаюсь все больше, все больше и больше. И моя жена знает, что вот я в еде довольно неприхотливый, но не дай Бог шаг в сторону или куда-то. Вот я люблю на завтрак, у меня вот завтрак, я люблю два вида каши, овсяную или гречневую. Вот и все. И еще там какие-то вещи, там что-то можно добавить, но тоже не обо все. И она вот так вот готовит, она вот так вот готовит. И в голову не придет, аманку ему сделаю сегодня. Че? Сын-то, аманку любит у нас? Нет. То есть вот я очень в этом консервативе. У меня не так много любимых блюд, поэтому и они довольно простые, эти блюда. Ну они такие и сложные. Хотя есть и сложные блюда. Сейчас уже. Но вот их надо готовить, потому что ты для кого? Хочешь вкусно сделать для него. Поэтому надо знать, а что нравится вашему супругу, что он считает вкусным, да? Вкусным. И когда готовишь, просто молись, благословляю эту еду, чтобы эти благословения перешли на твоего любимого, когда он будет это кушать потом. Делай это для... Это для... Для него. Для него. Дорогие друзья, если вы недавно присоединились к нашему служению, то совершить пожертвование возможно всеми доступными способами, которые вы видите на экране. В разделе услуг «Набрать церковь. Новая жизнь города Екатеринбурга» ввести сумму и назначение платежа, пожертвования на осуществление уставной деятельности. Любым другим безналичным способом по реквизитам на сайте церкви. Остались вопросы? Мы с радостью ответим на них по телефону 8 912 22 333 02 Субтитры создавал DimaTorzok